Я вообще интересно со звуком записываю или без звука, а то вдруг бы я что-то говорил, оно бы ничего не записалось, но я к счастью ничего не говорил, поэтому не особо переживаю. На самом деле скомментировать что-то в данный момент, просто скетч, просто рисую в свое удовольствие, чтобы хоть как-то возобновить жизнь на канале, потому что давно видео никаких не было, ни покрасов, ни просто скетчей, так что пока так. Морозу на самом деле заебали просто, просто по страшному, просто жесть какая-то. Недавно ходил красить, ночью было меня здесь, я это к тому, что прям дико соскучился по всему вот этому вот, по всем покрасам и всему прочему. Надеюсь меня нормально слышно, потому что я говорю без наушников, не в гарнитуре, короче. Но сейчас я это исправлю. Подключил, короче, наушники, сейчас не знаю будет лучше слышно или нет. Я что-то в этом году даже никакого ролика с новым годом с поздравлением не выпустил. Как-то, как-то выбился из тренда. По-моему никто из блогеров, из тех кто рисует, ничего такого не выпустил. Ни в маске, ни с Nike, ни савва, ни вне наин. Сама основа букв, короче, оранжевая будет. Контур я сделаю как бы голубым, но он будет синим. Потому что перьевой ручкой удобнее так рисовать. У меня бумага получается какая-то. Какая-то, короче, не как тетрадный, не альбомный лист, а какая-то плотнее, короче. Вроде нормально все видно в кадре, потому что я особо в камеру не смотрю. Но было бы так же на стене подошел. Секунд за 30 букв залил одну, за 30 секунд вторую букву залил. За минуту контур сделал и ушел спокойно. Кто тебя не принял. Закрашиваю я, конечно, никак на стене, ни в одном направлении. Но карандаш такое прощает, поэтому. Не совсем удобно штриховать линии, не вращая скетчбук. Такой полу-лайф формат у нас сегодня. У нас. Это звучит так, как будто у меня аудитория 10 тысяч человек. Пил штатив, у которого сейчас, кстати, запись идет. Так что качество картинки, по крайней мере стабильность и уровень охвата изображения должен быть несколько получше. Потому что все предыдущие ролики я снимал либо с рук, либо с земли. Иначе не получалось. Ставил телефон на землю, а сзади подпирал его банкой. Или пустой, или слегка наполненный. Дистинка ветер сдувал телефон. Не знаю, как будет с планшетом. Ой, с планшетом, господи, со штативом. Но, надеюсь, будет лучше. Реально бы в жизни так же. Подошел, залил все и пошел довольный домой. Сфотографировал только. Уж не знаю, стоит ли задавать это вопрос. Предлагать, написать ответ в комментарии. Но напишите, чем вы в Новый год занимались. Как отметили. Ну, блин, реально общаюсь так, как будто аудитория огромная просто. Не огромная, а скажем, просто большая. С другой стороны, такого формата роликов еще на канале не было. Жду, не дождусь теплой погоды. Ну, вот, собственно говоря, и настала рубрика эксперименты. Теперь попробуем добавить фишки. Посмотрим, смешаются ли цвета. Фишки сделали. Теперь можно, в принципе, попробовать сделать контур. Вроде стараюсь не спешить, а линии все равно криво ходят. У меня буква Д получилась как А. Бля, ебаный рот. Надо чем-то прикрыть, потому что я рукой размазываю все по листу. Весь карандаш. Работа не такая сложная, как в прошлый раз. Потому что эмалью мне на стене сложнее не вывести работу. На самом деле, я думал голубым маркером обвести все это, но это не знаю. Честно говоря, я не люблю вот эти вот свои затупы, наверное, на видео. Потому что их потом обрезать приходится. Блин, как удобно с штативом все-таки писать. Ну вот, памяти осталось на 4 минуты, поэтому я не буду сильно пиздеть. Лампа у нас стоит слева, поэтому глупо было бы делать тень от букв в ее сторону. Тень сделаем вправо. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...